Ситуация в городе острая, но контролируемая. К такому общему выводу приходят силовые и медицинские службы. На сегодня в городе 8 тысяч людей живут с тяжелой наркотической зависимостью, в том числе и от алкоголя. В структуре зарегистрированных случаев наркомании остается доминирующая доля больных опианной наркомании, что составляет 73,5% от общего количества зарегистрированных. В том числе практически 99% приходится на зависимость от героина. И 0,1% это на зависимость от дезаморфина. Доля больных гашишной наркомании в 2019 году составила 4,7%. Зависимость от психостимуляторов составляет 3,4%. Представитель УМВД заявил, что силы структур брошены на борьбу с поставкой и распространением наркотиков. 2800 наркопреступлений зарегистрировано за ушедший год. Изъяли 340 килограмм веществ, 280 из них – марихуана. Ситуация с потреблением запрещенных веществ, по словам специалистов госдиспансера, стабильная. Прироста в реабилитационных центрах нет. Профилактическая работа проводится довольно-таки в большом объеме. В рамках межведомственного взаимодействия врачи-психиатры-наркологи посещают образовательные учреждения. Есть определенные программы для обучения, для проведения информационно-разъяснительной работы среди детей, родителей и педагогов. Также программы обучающих семинаров имеются и в лечебных учреждениях. Но есть и альтернативный взгляд на ситуацию у психолога, руководителя частного реабилитационного центра Евгения Величева. Специалист порядка 20 лет работает с зависимым населением. Евгений отметил, что рост наркомании наблюдается по всему миру, независимо от страны. А профилактика зависимости в России неэффективна. Вся нагрузка ложится на учителей, без того занятых. Должен специальный человек, специально обученный человек быть. Давайте вот что такое профилактика. Это же не просто лекция, которая в течение 30 минут раз в году рассказали о том, что наркотики употреблять это плохо. Все в нашей стране знают, начиная с 10 лет до 80, в том числе и наркозависимые, и наркопотребители, что наркотики употреблять это плохо. Но у нас вот вся профилактика строится в основном на этом. Евгений уверен, что наркоманам после лечения нужна психологическая поддержка, равный равному. Рядом должен быть человек, имевший в прошлом опыт зависимости. Евгения поддержал коллега Руслан Молодцов, клинический психолог. Реальная цифра наркозависимых в России больше, чем по официальной статистике. Чаще всего учитываются только инъекционные наркоманы, то есть те, кто попал в больницу с передозировкой или по доброй воле пришел лечиться. Кроме того, большую популярность получили синтетические наркотики. По сообщению объединения проекта, российская площадка в Даркнете стала лидером продаж наркотиков в мире. На видео из омских пабликов показано состояние, в которое впадают люди под популярной у молодежи синтетикой. Специалисты сравнивают проблему наркопотребления с гидрой, чудовищем древнегреческой мифологии. В мифе герой отрубал существу одну голову, а на ее месте вырастало две. Никита Иванов, Юрий Дорошенко, Антенна-7.